Девушки отдыхают Сезон будет очередной у нас, наверное, непростой, потому что каждый раз мы думаем, что вот скоро-скоро и каждый раз какие-то у нас помехи. Может быть в этом году, конечно, что-то случится, но предпосылок к этому в конце того сезона не было. Сезон будет очередной у нас, который в итоге стал для нас чемпионским. Девять месяцев позади, и мы можем с гордостью прокричать, проорать, провопить. Спартак чемпион! Давайте вспомним, каким был бы у нас. Силу Спартака в единстве, поэтому... Кто чемпион? Спартак! Ну что, чемпионы? Лех, здорово! Давно тебя не видел. Ну, давайте, парни, в двух словах. Лето было, сезона не было. Межсезончик, все отдыхали. Твоя шиза безмоциональна. Добавьте в нее эмоции и радость, и звук будет развлекаться вообще совсем другой. Он будет гораздо ярче, гораздо громче и насыщеннее. И когда мы все это будем делать единым фронтом, у нас заворотка-то огромная. По строению стадиона я каждый год говорил, что вот в следующий год будет золотой, и мы возьмем обязательный титул. Не знаю, вот в этом году у меня такого ощущения нету, но появилось у многих людей ощущение, что мы возьмем золото. Надо поскучить немножко эмоции. Даже если ты там меланхолик, и тебе очень скучно, по трибуне надо раскрыться, закрепоститься и шизить от души. Шизить эмоции. Народ хотел забегания, стеночки, красивые голы, но все увидели, прошло больше сезона, что из этого получилось. За счет Бердыева, это полное несовпадение менталитетов. Наши спартаковские, это мое мнение, потому что мы сторонники острого, яркого футбола, в городе Кружевного, на котором, в общем-то, любовь-то и жизнится к Спартаку. А за минуту вам получить сухой, рациональный, расчетливый футбол, сами увидите, как вам это будет, ну, тяготить. Очень надеюсь, что игроки задумаются над тем, на кого это вообще оставаться без поддержки. Я очень надеюсь, что они запомнили сегодняшний матч, да, и поймут, что нужно все-таки быть уверенными. Спартаковцам нужно быть, а не казаться, самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, все время... А, да-да-да. Пускаем очередную серию дневника фаната. Вот, играем с Эдис Локомотивом, подготовленный сегодня, отличный перформанс. Темно, не могу не спросить. После такого больного для всех поражения атаек, я все-таки, может быть, и не хотел затрагивать эту тему, но был у нас матч тишины, так называемый, да, болельщики не то что отвернулись от команды, болельщики просто хотели показать, что им далеко не безразлично то, что происходит в команде. Мне хотелось бы спросить, вот как оно вообще ощутилось ли это? Естественно, ощутилось, когда ты, корпораторе могу сказать, ты кричишь. В значении, как бы ты себя слышишь, непривычно в наших играх, обычно я не могу ни до кого докричаться за игроком. А тут я понимаю, что меня на трибунах, наверное, моя семья слышит то, что я кричу. Конечно, с ребятами это обсуждали, и не так просто это все, да, это тяжело, и это заслуженно, наверное, было после такой игры, естественно, мы все переживали, и, я думаю, горячие глаза, которые у ребят сейчас, могло сказаться то, что мы увидели, что может быть и другое отношение к нам. Не отвлекай, лампа. Блин, я просто это, не отвлекался. Интервью? Да, да, да. Типа того. Вставай, блядь. Привет, Ром. Привет, Лим. Как сам? Все по-фоку. Всё по-фоку. Типа того, что вы наскорбить. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Ты что, ты что, не так просто? Ты что, не так просто? Фея, не так. Ты что, не так просто? Слепить, дни саму, и новой с haben у меня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это было жесть. Столько мяса в одном баре. Максим, наверное, раза три. Заранее люди готовятся, придумывают. Они в это вкладывают кусочек своего сердца. А может быть и не кусочек, а даже целый кусок сердца. Потому что Спартак это родное. Это они как будто вот этими факелами, они как будто освещают путь Спартака к воротам соперника как минимум и к какой-то большой победе как максимум. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сегодня подготовили перф исключительно посвященный нашему главному тренеру Массимо Каррери на итальянском, на его родном языке. Таким образом хотим выразить поддержку главному тренеру, потому что тот вклад, который он уже внес в команду за, можно сказать, непродолжительный период, он очень весомый и все довольны. Болельщики, фанаты, все-все-все просто несчастливы. Ну что, ребята, в Томск летите. Как вы сыграете? Аргументы? Во-первых, минус 15. А вот Тарнис, Диальнам, Дмитрий Поксин. Показали боевой дух, показали то, как надо уметь, то, как нужно выходить, бороться в каждом матче. Еще половина сезона, еще очень много впереди, много важных матчей. Самое главное здесь все, и не только те, кто ушел уже так же. Ребята, продолжайте бороться в том же духе, в каждом матче. Не обращайте внимания на судейство. Парни, давайте еще раз все! То, что касается меня, я не ставил самоцелью заработать на этих выездах, какую-то авторитет для себя. Для меня было главное, чтобы команда моя побеждала. Пацаны, все, кто смотрит этот репортаж, хотел бы вам сказать такие слова. Любите команду «Спартак», болейте за нее всей душой. И помните, что эта команда, она выкована временем, создана фотом и кровью многих поколений спортсменов, которые играли за эту команду. Независимо от того, хорошее время, плохое время, показывает команда результат, не показывает, старайтесь ее поддержать. Потому что не все в нашей жизни бывает радужно. Бывают тяжелые времена, бывают времена, которые нас очень радуют. Я желаю вам удачи, успехов во всем, здоровья, ну и, естественно, побед, побед и еще раз победу. Погнали вот так вот. А чем ты сейчас? Вдвоем, не сходу. Все, едем в Коснодар. У меня две задачи, чтобы Спартак победил и чтобы Паук мне проставился. Закончился матч Спартак-Коснодар, счет 2-2. Вот иду в пресс-центр сдавать презентацию и пойдем в город. Ну что, собственно, говорится, сказано, сделано. Нам все принесли. Ждем только Василия. У нас есть селедочка, сало, набор сала, соленья, бутылочка водочки. Стану, могу ли поприветствовать? Василий, Василий, здравствуй, здравствуй. Пацан, сказал, пацан, сделал. Продолжай давать такие же приятные программы. Я думаю, мы в Пермь поедем, да, сейчас в Кликер. Можно, можно. Я думаю, ну как, я думаю, что пожелать нам победы, веры, ежедневной веры, каждодневной веры в победу. Верить в то, что первая команда, которая выиграет двойники чемпионов подряд, будет «Спартак». Привет болельщикам. Всем привет, привет всем болельщикам. Смотрите дневник фаната. Дневник фаната? Да. Привет всем болельщикам «Спартака». Смотрите дневник фаната. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. Держи крапку. Все, спасибо огромное. Давай, все, все. Вот так вот прошли через секретное потаенное место и вышли на стадион Мараккана. Парни, всем здорово. Поедем на «Спартак-Зенит» уже в день матча. Все нарисовали, да? Конечно. Все успели сделать. Сейчас-то берется вот так вот просто. То есть на такой... Иван Александрович. Прямо . Иван Александрович. Иван Александрович. В тесноте, да не в обиде. И яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берегу. Идем к сектору. Вперед, Мартар! Вперед, Мартар! Москва! Оле-оле-олан! Смартар! Москва! А сегодня как, по делу, нет? Конечно, по делу. Кто чемпион? Ростов! А еще раз, кто чемпион? Ростов! Спартак чемпион? Нет! Я так думаю, что ничего страшного не произошло. Поход? Продолжаем? Поехали. Там купается вене. Едем домой. А в таверне тихо плачет с крика. Готовим перфомас на ЦСКА. Готовим перфомас на ЦСКА. Просто фантастика. Готовим перфомас на ЦСКА. Готовим перфомас на ЦСКА. Готовим перфомас на ЦСКА. Готовим перфомас. Погнали. Ну что, друзья, всех с победой! Плюс 10. Опять плюс 10. Опять в Москве тепло. Находимся сейчас в Молесе. 75-ая минута матча «Зенит». Дерек. Дерек. Нравится тебе атмосфера сегодняшняя? Да, очень. Я вообще расплагался. Меня в начале не брали, потому что было поздно. Потому что ты еще маленький. Да нет. Я передаю всем болельщикам «Спартака». Даже те, кто не поехал. Пусть у них будет самое веселое настроение. Это не описать. Тебе нравится сегодняшняя атмосфера? Кто чемпион? «Спартака». Кто чемпион? «Спартака». Кто чемпион? «Наш Спартакаааак». Молодец. Давай пятюня. Здорово. Меня не просыхал, потому что «Спартаку» я верю. У вас прямой эфир. Быстро, быстро, быстро. Какой прямой эфир? «Спартака» чемпион. Нечего говорить. Поехали на стадион. Там команда собралась. Погнали. «Спартака». 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 «Недовольны. В общем, что у нас получилось?» «Время 7.30 человек. Недовольны». «7.30 с утра. У нас вылет 75.00». «Спартака». «А помните, если я это семярею? Какой классный вопрос?» «Н sais, ты вроде бы не был全 reco.» «Конечно!» «Спартака». «Захар 탈». получается маленький банок который будет перед ромбом растянутым у нас с кубком на году а и про м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, хочется выразить благодарность всем болельщикам нашего великого и могучего клуба Всем, кто на протяжении этого сезона приходил на стадион, поддерживал нашу команду, гнал ее вперед Верил и надеялся, что вместе мы станем чемпионами, как это и произошло Огромная благодарность всем, кто помогал нам в реализации наших перформансов Кто помогал в сборе средств нам, помогал материально Особенно это касается чемпионского перформанса на последнем матче Друзья, также хотелось бы выразить признательность и благодарность всем, кто помогал нам в развитии нашего проекта За этот год, за этот сезон нам удалось именно благодаря вам сделать много разных интересных кадров, фишек, приколов, приколюк, как мы говорим об этом Надеемся, что мы не будем останавливаться на достигнутом и будем вместе развиваться дальше Поддерживайте «Спартак», смотрите дневник фаната «Спартак» чемпион! Спартака сезон окончен, но он не окончен для нашего красавца стадиона Буквально через пару недель здесь пройдут матчи Кубка Конфедерации А 21 июня сборная России примет здесь сборную Португалии Мы приглашаем всех поддержать сборную России не только здесь у нас на открытии арене Но и во всех городах, в которых она будет играть Также мы со своей стороны будем стараться освещать это событие Сейчас вот можно, кстати, посмотреть Полным ходом идет реконструкция стадиона Что-то добавляют, что-то переделывают, меняют рекламные баннеры, добавили кучу видеокамер Вот, в общем, будем освещать вам о ходе Кубка Конфедерации Все, что происходит вокруг него, все, что будет происходить Надеемся, вам понравится и будет интересно Продолжение следует...